Карамба ТВ представляет Все давным-давно что-то хотели узнать обо мне и Бабкиных Яйцах, поэтому сейчас мы будем отвечать на вопросы. Вопрос первый. Почему вы назвали себя Дед Тато от Михаила Аришина? Это не я себя назвал Дед Тато, это меня так скажем в театральном сообществе давным-давно назвали, потому что ворчу-бурчу много. Вопрос второй. С какой песни началось увлечение и занятие музыкой, хорошей музыкой? Максим Петров спрашивает. Блин, в детстве мне привезли пластинку группы Статус Кво, она мне понравилась. А потом мне привезли пластинку авангардного коллектива под названием Генри Кау, и она мне понравилась еще больше, несмотря на то, что это была очень странная музыка, совершенно безумная и все такое. А когда я стал чуть постарше, я очень сильно подсел на Джелла Беафру и его Дед Кеннедис. В общем, с этого и началось. А еще у меня есть товарищ, он известный оперный певец, его зовут Костя Толстобров, и он солист Большого театра. И он меня тоже в свое время приучил к опере, так что музыку я люблю всякую, со всех концов, и панк, и оперу. Антон, как ты считаешь, что юмор будет так же востребован через десятки лет, как сейчас юмор Петросяна у старушек? Спрашивает меня Денис Кипелов. Ну, Денис, что говорить. Нынешние старушки шли с Петросяном по жизни. Он им был необходим, они старели с его юмором. Так что, надеюсь, и мой юмор когда-нибудь, для кого-нибудь, для какого-нибудь определенного поколения никогда не постареет. В общем, нет нужды плевать в вечность, есть вероятность случайно пукнуть в лужу. Александр Васильев спрашивает, как вы относитесь к другим жанрам музыки, а также к музыке в России? Да, блин, нормально отношусь, я ко всему нормально отношусь, кроме глупости. К Даре Донцовой. Да, к Даре Донцовой, она подходит под ту самую категорию, о которой я только что сказал. Бля. А ведь у Пастернака под столом жила. И писала, потому что не могла не писать. Писала, потому что не могла не писать. Дарья Донцова. Надо песню написать такую. Вот. О, этот вопрос меня вообще как бы просто убил, блядь. Бей Борис Акимбаев спрашивает, чувак, как ты укладываешь эти волосы? Какие эти? Вот эти я как-то особо никак не укладываю. Вот эти укладываю, не укладываю, они все равно топорщатся. А про остальные волосы я тебе, чувак, ничего не скажу. А то еще подумаешь, что мы знакомые, блядь. И ты меня спрашиваешь, какие ты интимные детали. Рейтед ЛСД спрашивает, какую музыку ты слушаешь? Абсолютно любую. Я всеяден, я люблю любую музыку. Вопрос от Семена Бычкова. Как ты относишься к ситуации в стране на данный момент и как относишься к политике? В стране ситуация сложная. Я бы даже сказал, весьма сложная и достаточно тяжелая. А к политике я отношусь, ну... В древней Греции госслужащие именовались политикос. А политики что значит? А чуваки, которые не принимали никакого участия в политической жизни города или там, можно, целой страны, назывались идиотикос. Так вот я не идиотикос. Какое у тебя образование и как давно ты связан с музыкой? Ну и заодно, как долго играешь в группе-группах? Иван Тыцкий спрашивает. Ну, если про музыкальное образование, то официального музыкального образования у меня нет. Но с музыкой я связан где-то класс из третьего школы, когда пошел играть в ансамбль русских народных инструментов на баяне к Ольву Павловичу Смеркалову. С тех пор, собственно говоря, музыкой и занимаюсь. Что там дальше? А, как долго играю в группах? Ну, играю я в одной и той же группе уже 26-й год подряд. Вопрос от Игорька Горбачева. Почему дед? Что за дед? Щито. О, блядь. Ну, потому что внуки. Денис Никулин спрашивает, почему именно музыка? Где музыка в жизни? Ну, почему бы и нет. Данила Воскобойников спрашивает, как пришла идея создать проект? Какая музыка вам нравится? Ну, это я уже говорил. Ну, как идея пришла создать проект? Чуваки знакомые звонят, говорят, слушай, мы тут Карамбу открываем. Не хочешь что-нибудь замутить? Какая музыка такая? Блин, я такой подумал, ну, кино занято, спорт занят, про книжки никто слушать не хочет. Он подумал, музыка замечательная. Тем более, что у меня музыкантов знакомы до хрена. Я им позвонил, говорю, ничего, что я вас буду обсирать? Они говорят, да ладно, давай, только давай, нормал. Ну, затеяли. Когда у тебя был концерт в Крыму, я тоже в нем находился, но не мог посетить концерт. В нем это в Крыму, видимо. Тато, у тебя было такое чувство, когда ты был близко к цели, но что-то тебе мешало сделать последний шаг? Спрашивает Виктор Коваленко. У меня такое чувство посещает с завидной периодичностью, честно говоря. И вот чем я старше, тем больше мучаюсь. Вопрос такой, от Данила Десятникова. Отношение к шумовым стилям музыки. Индастриал, нойз, харш и так далее и тому подобное. Ну, я к любой музыке прекрасно отношусь. А если говорить конкретно про индастриал, про нойз, то да, я, в общем-то, люблю эту музыку. Но параллельно все равно слушаю оперу и джаз. И от него же вопрос. Не смущает ли отношение музыкантов из разных групп друг к другу? Отношение владельцев клубов к музыкантам, какие зачастую они ставят условия? И что самое важное, работа звукорежиссеров, их же нет почти адекватных. Ребят, ну это, блин, отношение друг к другу музыкантов. Я не знаю, со всеми музыкантами, с которыми я общаюсь, у нас прекрасные отношения. А что там творится в вашей среде? Ну, наверное, все-таки дружить надо, так или иначе. Раньше, помню, в свое время музыканты из группы в группу перелетали, и как-то было всем все хорошо. У нас сейчас басист играет, по-моему, в пяти или в шести проектах. Все они достаточно известные. А что касается владельцев клубов, вообще отношения клубов к музыкантам, все эти кабальные условия, которые они ставят. Ну, ребят, что же делать? Вы сами виноваты, по-хорошему. Потому что, ну, если вам хочется чем-то заниматься, блин, ну, придумайте все, скиньтесь, блин. Арендуйте клуб и зарабатывайте деньги, а не там... Не идите на поводу у всяческих сомнительных и непонятных псевдоконцертных агентств, которые устраивают, блин, приведи 15 человек, заплати 250 тысяч рублей, или там сколько, я не знаю. Я на таких условиях, конечно, не играю. Нам гонорар оплатят. Спасибо. А что касается звукорежиссеров, то тут я вам честно скажу, ну, что значит нет адекватных? Просто, блин, их пиздить надо. Виталий Малышкин спрашивает, сколько ж вам лет? Блять, из какой вы организации, из какой цели интересуетесь? Виталий Малышкин. В одной из посиделок был упомянут фильм The Doors. Как вы к нему относитесь и как вам Вэл Кингер в роли Джима? Дорс – великий фильм, абсолютно. Я очень люблю творчество Оливера Стоуна, в том числе и Дорс. А что касается Килмера в роли Джима, ну, скажем прямо, незаслуженно Килмер был обойден всеми возможными наградами киноакадемии и прочих, и прочих. Потому что настолько мощно вжиться в роль реального персонажа в истории кинематографа удавалось очень мало кому. Можно на пальцах одной руки пересчитать актеров, и Килмер в числе них, безусловно. Что для вас является источником вдохновения, стимулом творить? И как этот источник открыть для себя, спрашивает Дмитрий Антипов. Блин, без понятий, дружище. Ну, просто надо в себя верить. Вот и все. Анастасия Башкирова спрашивает, сколько ты работаешь на Карамбе? Ну, сколько работает Карамба, приблизительно столько я на ней и работаю. Почему апельсин круглый? Спрашивает Вадим Шейн. Быть круглым это... Спрашивает Вадим Шейн, почему апельсин круглый? Потому что быть круглым это эргономично. Если солнцу бачка подставлять, оно везде прогревает. Почему это перекатывается? Здравствуйте, Антон. Говорите, что 25-й год, играете в одной и той же группе Ламбопс. Так вот, вопрос, где, блин, дискография? Неужто за 25 лет у вас накопилось только 10 записей песен, и ни одного альбома не было выпущено? Этого же просто не может быть, спрашивает Андрей Колтунов. Андрей, да, ну, даже не 25, а 26 я играю в Ламбопсе, но это долгая история, альбомы есть. Они выпускались даже на пластинках в свое время. Но мы как-то не особо парились по поводу выкладывания их в сеть. Их нужно сначала почистить, оцифровать, а потом уже засунуть. А в принципе, с оригинальным... Мы действительно долго не писали в студии альбомы. Последний мы записали 19 лет назад. Но вот сейчас садимся в студию и будем писать новый. На радость всем вам. Уважаемый дед Тато, почему вы застригли свои волосы? Это какой-то протест или может быть знак? Так спрашивает Андрей Олег Одноклубов. Ну, блин, это и знак, и протест. Ну, и вообще просто, честно говоря, заебало. Они уже плохо держатся на голове, когда они длинные. Начинаешь лысеть, а девушкам это не нравится. Такая танзура появляется. Вот. Ну, и вообще, в принципе, я люблю быть разным. Не сбривай свою бороду, говорит Николай Сапинс. Блять, почему? Моя борода. Что хочу, то и делаю. Мария Соболева спрашивает. А почему вы и яичная команда решили запустить такой обзор Мустрэша и кто вам помогает? Ну, я уже про это все говорил. Помогают, конечно, исполнители Мустрэша в большей степени своим существованием. Борис Русанов спрашивает. Дед Тато, кем вы мечтали стать в детстве? Актером и музыкантом. Стал. Александр Павленко спрашивает. Почему именно Бабкины яйца? Откуда идея такого назвать? Да потому что, если бы у бабушки был хуй, она была бы дедушкой. А Бабкины яйца очень звучит и сразу запоминается. И сразу понятно, что речь идет не о гербариях. А Раджаб Ивашков спрашивает. Скорее, не вопрос о приглашении. Не хотел бы приехать в Екатеринбург. Раджаб, мы же там недавно были. Всей Карамбой замутили огромный фестиваль. Ну, правда, не исключено, что мы еще с Ламбобсом до конца года вернемся. Приглашения были. Оксана Весна спрашивает. Чем вы занимаетесь помимо выступлений с группой и видеообзоров? На кого вы учились? Чем занимаюсь? Я пишу, танцую, воспитываю ребенка, а люблю жену. Уже много лет делаю обзоры на всяческие кинофильмы. Иногда снимаюсь в кино, а реже снимаю кино. Работаю диктором на телеканале «Мир» и редактором на ВГТРК. А учился я на актера, литератора и педагога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!